Доброе утро! В эфире 12 канала «Час новостей» в студии Регина Абузарова и коротко о главном. Платить меньше стали известны точные сроки, когда амичи получат перерасчет за отопление из-за аварии на ТЭЦ-3. Людям потеха, косулям гибель. Эти грациозные животные очень пугливы и от сильного стресса могут даже погибнуть. В Омской области нашествие косуль, что заставляет их выходить к людям. Зимняя сказка открывается уже сегодня. Дед Мороз из Большеречья готов принимать гостей. Какие сюрпризы ждут ребят? В Омском Минэнерго обозначили сроки, когда амичи получат перерасчет за отопление. Напомню, его должны произвести из-за аварии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3. Он касается жителей тех домов, которые получают тепло от этих предприятий. По словам главы областного ведомства Владимира Шнипко, Омск РТС уже направила в обслуживающей организации запрос на предоставление информации о показателях температуры в домах. Итак, жильцам многоквартирных домов, не оборудованных счетчиками, пересчитать цифры должны в квитанциях за январь 2024 года. Суммы выставят исходя из нормативов. Собственники квартиры в многоэтажках с общедомовыми приборами учета должны получить квитанции с перерасчетом в первом квартале следующего года. Также в Минэнерго напомнили, что собственникам не нужно лично вызывать специалистов для проверки необходимых параметров. Акты будут составлять УК и ТСЖ на весь дом. Серьезная борьба за ремонт и модернизацию развернулась между общественными пространствами и авторами инициативных проектов. Всего в отборе 600 заявок, больше половины из них от жителей районов области. Приоритетами конкурсная комиссия назвала обновление памятников и мемориалов, спортивных площадок и скверов, благоустройства дворов, микрорайонах, ремонт дорог и тротуаров. Напомню, что на реализацию проектов победителей в следующем году направят 1 миллиард рублей из областного бюджета. Половину этой суммы получат районы области, в каждом профинансируют как минимум три проекта. Все заявки уже отсмотрела конкурсная комиссия, документы доработаны, победители определят до конца года. Транспорт по Дмитриево поедет быстрее. На перекрестке с улицы 70 лет октября перенастроили светофор. Изменения внесли по просьбам о мечей. Чтобы снизить нагрузку, действие зеленого сигнала для транспорта, двигающегося по улице Дмитриева, увеличено почти в два раза. Заторы на этом участке возникают в часы пик из-за реконструкции бульвара архитекторов. Транспортный поток увеличился. Напомню, оживленную магистраль перекрыли на год. В рамках масштабного ремонта специалисты построят 4-х километровую дорогу, перенесут инженерные сети, обустроят велодорожки и парковки. Влагоустроят территорию сейчас. Часть старой трассы дорожной инфраструктуры уже демонтирована. Еще 3000 литров питьевой воды направлено в зону СВО. Гуманитарный груз передала ресурсоснабжающая организация. Партия бутилированной воды предназначена бойцам и мирным жителям Луганской народной республики. После доставки волонтеры распределяют воду между нуждающимися. Добавлю, что специалисты ведомства работают и на подшефной территории восстанавливают коммунальную инфраструктуру. Также предприятие взяло под крыло и одну из библиотек в городе Стаханов. В ближайшее время туда отправят книги русских авторов. Грациозные животные на улицах Омска. В регионе настоящее нашествие косуль. Парнокопытные целыми стадами выходят к людям. В соцсети буквально усыпаны видео неожиданной встречи. Но не все человеческие забавы диким животным в радость. Многие проявления заботы могут привести даже к их гибели. Как не навредить природе и чем специалисты объясняют визит неожиданных гостей в репортаже Анастасии Донец. Ну и куда вы идете? Маленький. Этого милого малыша совершенно неожиданно встретили жители москаленок. Маленький косуленок мечется по проезжей части и даже пытается забежать в ограду одного из домов. Но ему мешает забор. Испугавшись автомобиля, малыш бегом скрывается от пристального внимания людей. А местные жители так и теряются в догадках, что обитатель леса искал в их деревне. Галенковым пошел. Домой ты, золотой. Домой ты, красавчик. А это соседняя улица и еще один красавец из леса. Судя по размеренному шагу, он в деревне не впервые. Спокойно гуляет по улицам и, кажется, совершенно не боится внимания человека. Вот только появление таких милых животных, как оказалось, не всегда вызывает улыбку и желание помочь. Встретив небольшое стадо на трассе, некоторые в погоне за удачным кадром ведут себя не совсем, мягко сказать, дружелюбно. И все, отпусти ее. А что, его на мясо? Подойти так близко к человеку и забыть про меры безопасности животных заставил голод. Мы будем говорить о копытных животных. Это косули, которые мигрируют с Казахстана и с Курганской области. Миграция происходит из-за нехватки пропитания животных. Как бы не хотелось помочь, но кормить косуль ни в коем случае нельзя. Об этом уверены специалисты Омского экоцентра. Здесь подрастает двухлетняя ляля и хоть с первых дней она кушает из рук человека, но в ее рационе специальное сбалансированное меню. Но не надо пытаться покормить диких красавиц домашней едой. У них свой определенный природный рацион. Кроме того, эти грациозные животные очень пугливы и от сильного стресса могут даже погибнуть. Только специалисты знают, как правильно и максимально безопасно помочь животному и вернуть его в естественную среду обитания. Если животное в бедственном положении, то необходимо позвонить в управление по охране животного мира. Телефон работает круглосуточно. Ну а в лучшем случае косуля просто уйдет самостоятельно в лес. Омск уступает Москве в голосование за звание молодежной столицы страны. Вот только разрыв совсем небольшой. Наш город поддержали уже почти 103 тысячи жителей. Вы тоже можете изменить статистику. Напомню, что статус молодежной столицы не просто громкое название. Это мощный импульс к развитию образовательных и культурных проектов. Как показывает практика, все может измениться в считанные часы. На третьем сейчас месте Мурманск. На четвертой позиции Владивосток. Красноярск замыкает пятерку. Помочь Омску можно и в эти минуты. Для этого нужно зайти на портал Дом молодежи и проголосовать. Отмечу, победитель получает право проводить на своей территории молодежные мероприятия всероссийского масштаба. На Омской аллее чемпионов установят бюст еще одного спортсмена. Работа над скульптурой олимпийца Александра Музыченко уже закончена. Изготовить ее удалось благодаря поддержке мецената. Установят бюст будущим летом. Александр Музыченко и его коллега по команде Валентин Манкин выиграли золото Олимпиады в парусных гонках в 1980 году. Родной город спортсмен не забывает. И сегодня, приезжая в Омск, всегда проводят мастер-классы для ребят из городских спортивных школ. А сейчас о спорте. В Омске стартовал кубок губернатора по боксу. На турнир приехали юноши 14 и 15 лет со всей области. В нашем регионе он проходит уже в 19-й раз. За звание лучших они будут бороться в 15 весовых категориях. Сегодня проходят предварительные поединки. По их результатам определяют финалистов. Они выйдут на ринг 16 декабря. По итогам соревнований отмечают сотрудники регионального министерства спорта. Будет формироваться юношеская команда сборной Омской области на новый спортивный сезон. На этих соревнованиях можно получить большие эмоции, мастерство отточить. Настроение меня очень хорошо учил. Упорно тренировался, оттачивал комбинации каждый день на тренировках. Шел к успеху. Сегодня сам спорт, как дисциплина, показывает свою максимальную устойчивость. И независимость от всей перипетии, которая в мире творится. Наши спортсмены продолжают выступать под российскими флагами. И никто им в этом не мешает. И наш турнир, который состоится уже в 19-й раз, тоже лишний раз доказывает, что наш профессиональный спорт, спорт высоких достижений, на высоте. Мы сегодня награждали нашу чемпионку России. И ждем, не без оснований, от этого турнира новых наших звезд и звездочек. Десятки сильнейших соперников из всех регионов страны. Юные Омские грацы выступили на финале Кубка России по художественной гимнастике. Результаты блестящие. Не отстают и сибирские пловцы. С подробностями Алексей Адариев. В Екатеринбурге накануне завершились крупные старты. В столице Урала проходили международные соревнования и финал Кубка России по художественной гимнастике. Эти турниры собрали лучших спортсменов нашей страны, а также сильнейших представителей Азербайджана, Армении, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Сирии, Словакии, Словении и Узбекистана. Успешно выступили омские гюниорки. Ульяна Янус выиграла золото в индивидуальном многоборье и три серебра в отдельных видах – обруч, мяч, лента и бронзовое упражнение с булавами. Также отличилась Лада Супрум, которая стала третьей по итогам многоборья и взяла серебро в упражнении с обручем. А вот среди сеньорок в многоборье бронзовым призером стала Майкла Бовникова, которая завоевала серебро в упражнении с мячом и стала третьей в упражнении с булавами. В групповых упражнениях Енина Янус, Елизавета Яндовицкая, Елизавета Ипатова, Анна Бирич, Ева Сулаева и Ксения Санникова стали вторыми по итогам многоборья и в упражнении с пяти обручьями. На Кубке России отличилась Алина Перфирьева. Она стала третьей в индивидуальном многоборье, а еще взяла золото в упражнении с булавами. Также в составе сборной России мячки Алина Русанова и София Яковлева выиграли золото в групповом многоборье и упражнении с пяти обручьями. Впереди у наших художниц новые крупные старты, теперь им предстоит выступать на Кубке ЦСКА и на международном турнире «Небесная Грация». Определились победители Пермства Омской области по плаванию. Вольным стилем победу на своих дистанциях одержали Ярослав Заводских, Мария Петелина, Милана Жукова, Артем Данильчук, Анастасия Михасюк и Зарина Пшинбаева. В комплексном плавании лучший результат показали Артем Макеев, Анна Рзаева, Ярослав Заводских, Вероника Медведева, Александр Рудаев и Дарья Зубакина. В заплывах Брасом первыми пришли Иван Кирюченко, Александра Панфилова и Илья Чаунина. В плавании на спине отличились Никита Гололобов, Анастасия Михасюк и Александр Рудаев. В батерфляе золотые награды завоевали Никита Киселев, Арина Поглоб, Илья Чаунин, Вероника Медведева и Никита Чиркин. Алексей Дарьев, 12 канал. В Омске уже с завтрашнего дня запретят продавать алкоголь, но не везде. Ограничения будут действовать в местах проведения новогодних праздников вплоть до 7 января. Запрет вводится на территорию Омской крепости, где 28 декабря пройдет открытие главной городской елки. Также на площади возле цирка в парке имени 30-летия ВЛКСМ, вблизи спортшкол «Красная звезда» и «Крутая горка». И последнее о большей речи сегодня открываются сибирские владения Деда Мороза. В этом году в резиденции подготовили новогодний маршрут, который впечатлит и детей, и взрослых. Гостей ждут зимние забавы на свежем воздухе, встречи со сказочными героями, мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек, сувениры от местных ремесленников и много других развлечений. Трехуровневая горка, прогулки на санях и почта Деда Мороза. Организаторы напоминают, что для посещения сибирских владений Деда Мороза нужна теплая одежда. Шапки, варежки, валенки и, конечно, отличное настроение. Принимать гостей большереченский Дед Мороз будет до 31 января. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На Деда Мороза надейся, а подарки к празднику сам покупай. Товары на любой вкус, цвет и кошелек можно найти на ярмарке Ивановского текстиля. С пустыми руками не уйдет ни один покупатель. Качественные товары пользуются большим спросом у амичей. Убедились в этом и мои коллеги. Новогодние праздники не за горами, за самыми полезными подарками. Амичей уже ждут на ярмарке Ивановского текстиля. Постельное белье из гипоаллергенных тканей, ортопедические подушки, теплое одеяло, комфортные халаты, удобные домашние тапочки и даже мягкие игрушки. Выбор впечатляет, цены радуют. Заглянуть себе хотела халатики хорошие купить. А вообще детскую увидела, скоро внучку жду, вернее правнучку уже. Мне качество нравится. Где бы ни брала, не линяет, не садится. Отличное качество. Подобрать безопасный, а главное нужный подарок помогут продавцы-консультанты. В преддверии праздника все готовы покупать подарки. И мы готовы предложить вам большой выбор. Постельное белье для мужчин, для женщин. Разные расцветки и размеры. Покупатели ждут с 10 утра до 9 вечера ежедневно на первом этаже торгового центра Омский. Ярмарка Ивановского текстиля будет работать в нашем городе до 26 декабря включительно. И о погоде. Завтра, 16 декабря в Омске облачно. В ночное время 23-27 градусов ниже нуля. Днем до минус 22. В районах облачно ночью минус 15-16. Дневная температура до минус 18. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 769 миллиметров ртутного столба. Далее смотрите программу «Управдом». Увидимся в 14.00. Редактор субтитров А.Семкин